Бухгалтерское, юридическое, налоговое и кадровое сопровождение всего от 4200 рублей в месяц. И все это в одном окне от сервиса Мое Дело. Мое Дело – это команда из 200 специалистов с опытом от 10 лет. Это проще и выгоднее, чем штатный бухгалтер. Вам не нужно платить оклад, больничные и декреты. Все прозрачно и безопасно, ведь риски застрахованы и прописаны в договоре. При любых вопросах с вами горячая линия со специалистами 24 на 7. Мое Дело работает, чтобы вы могли эффективно вести бизнес и быстрее возвращаться к любимым занятиям. Коммуникация ведется через персонального ассистента, который в курсе всех вопросов. Даже если другие специалисты заняты на других участках вашей деятельности, ассистент подскажет по простым вопросам и делегирует сложные на уровень выше. Мое Дело – это идеальное решение для предпринимателей, которые умеют экономить и рационально распределять бюджет. А с 21 по 30 ноября 2022 года у вас есть возможность получить скидку в размере 50% при оплате первого квартала, то есть полтора месяца обслуживания бесплатно. Оставьте заявку на сайте в описании к видео, и менеджер вас проконсультирует. Всем привет! Скоро 2023 год, и уже пора подумать о бизнесе, который выгодно открыть в новом году. Мы собрали 7 идей, которые потенциально выгодно открыть. Давайте начнем! Выпечка безглютеновых изделий на дому Глютен сам по себе безобиден, однако при пищеварении это вещество распадается на несколько фракций, одна из которых называется глиодин. Это вещество воспринимается иммунитетом в качестве чужеродного белка. В результате активация защитных сил организма приводит к реакциям, которые повреждают внутренние стенки кишечника. Готовую безглютеновую выпечку можно реализовать самостоятельно, но гораздо быстрее и надежнее продавать через интернет-магазины здорового питания, либо заключить договор с оффлайн-сетью. В РФ идеальными каналами сбыта могут стать сети вкусвилл или сервис доставки самокат. Маржинальность этого бизнеса составляет порядка 100% от каждой проданной буханки хлеба, либо 300% в случае самостоятельной реализации. Создание 3D-проекции на праздниках Инновационный, перспективный и довольно прибыльный вид коммерческой деятельности. 3D-анимация широко используется в кинематографе, а также на выставках и концертах. В 2022 году такое оборудование сможет приобрести любой желающий. Суммарные затраты составят порядка 150 тысяч рублей. Устройства и слайды для анимаций. 3D-анимация способна преобразить как статичные, так и движущиеся объекты, придав им завораживающий эффект. Мини-сауны для балконов-квартир. Пожалуй, это одна из лучших бизнес-идей с быстрым периодом окупаемости. И снова тема ЗОЖ. Наверное, многие знают или догадываются о том, что сауны и контрастный душ оказывают мощный оздоровительный эффект на весь организм. Но немногие имеют возможность посещать подобные места отдыха регулярно. Теперь такая возможность может появиться у каждого. Сауной на участке загородного дома удивить сложно, а вот сауна на балконе – это почти новаторство. Системы вертикального земледелия. Тема не новая, но на российском рынке пока не получила сильного развития. Бизнес в 2021 году успешно развивался в США, Европе и Америке. По прогнозам, к 2028 году сети фермерства достигнет объема 21 миллиард долларов. В России самая крупная городская ферма расположена в Москве. Это 2,3 гектара бывшей табачной фабрики, где расположено 6,8 гектаров посевной площади. Компания «РусЭко» здесь на заказ выращивается эта микрозелень. В регионах конкуренция минимальная. Среди крупных производителей – Новосибирская «Айфарм» или «Агрорус» из Брянска. Дарксторы – прообраз склада, где сотрудники собирают онлайн-заказы. Это интерактивный магазин будущего, позволяет покупателю получать заказ без посещения торгового зала. Это может быть пункт выдачи заказа или почтомат, в который персонал загружает товар изнутри. Однозначно должна быть и услуга доставки. Для покупателя несомненный плюс такого формата – это быстрый шопинг. Для продавца – минимум расходов на оформление торгового зала. Доставка по подписке. Вы уже пользуетесь программой холодильника, которая самостоятельно заказывает недостающие продукты. Согласны, пока эта услуга не получила широкого распространения. Но в переходный период покупатель оценит покупки по подписке. Даже онлайн-заказ занимает много времени на выбор подтверждения заказов, отслеживания и его сбора и доставки. Если клиент будет четко знать, что по понедельникам в 18.30 ему привезут молочные продукты, каждые 5 дней свежие овощи и фрукты, он не будет искать нового поставщика. Такой формат торговли с доставкой в скором времени станет приоритетным. Автозарядные станции. Парк электромобилей по данным Автостата на начало 2021 года составляет 11,5 тысяч штук. Согласно прогнозам, в 2025 году объем продаж достигнет 100 тысяч штук, а к 2030 году их количество увеличится до 1,5 миллионов авто. Но парк зарядной инфраструктуры насчитывает всего 1500 станций. Чтобы стимулировать рынок электромобилей, необходимы не только экономические меры, но и создание инфраструктуры. По подсчетам экспертов, количество электронных зарядных станций должно вырасти к 2024 году до 11 тысяч единиц, а к 2030 году до 74 тысяч единиц. На этом сегодня все. Если понравилось видео, ставьте лайки и пишите свои комментарии на тему бизнес-идеи 2023 года. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok